здравствуйте уважаемые друзья сегодня у нас в гостях или будет наверно правильнее сказать и я в гостях в экономико-гуманитарном университете самом центре варшавы и у меня в гостях все-таки на нашем канале поэтому скажем так это виктория она представитель волком офиса и сегодня она нам расскажет о об университете особенностях поступлениях вот особенностях поступления в этот вуз и многое рак это еще раз спасибо что уделили время хочу наверное первым вопросом задать о вашем университете. Расскажите, пожалуйста, самые основные моменты и направления в этом визе. Спасибо большое за вопрос. В первую очередь, хотелось бы заметить, что наш университет расположен в самом сердце Польши. Как ранее говорилось, почти в центре Варшавы. Очень удобное расположение, очень легко доехать, очень удобно как от центрального жидовокзала, так и от автовокзала, и от аэропорта имени Тодерика Шопена. Насчет кампуса могу сказать, что это такой современный кампус, который был построен буквально пару лет назад. Современное здание, высококачественное пространство для обучения, где наши будущие студенты могут увидеть современные аудитории, лекционные залы, зал суда, лаборатории, современный специально подготовленный спортивный зал, большую библиотеку и даже пространство для обучения. Что касается специализаций. В нашем университете мы предлагаем более 30 разных специализаций на 8 разных факультетах, как на степень бакалавра, так и на степень магистра. Более того, мы предлагаем обучение последдипломное, также программы MBA и EMB. В нашем университете чаще всего студенты выбирают специализацию управления, управление бизнесом, управление человеческими ресурсами. Очень часто также выбирают политологию, факультет политологии и уже специализация международных отношений, а также пиар и работа с общественностью. Что в данном обществе очень популярно и необходимо для большинства из нас для работы в будущем. Что касается наших также направлений, очень важно помнить о том, что у нас есть обучение на польском и на английском языке. Также хочу напомнить, что обучение в Польше длится 3 года на степень бакалавра и 2 года на степень магистра. Что очень важно для студентов, которые закончили университет и хотят пойти дальше на магистратуру, они могут абсолютно спокойно поменять свою специализацию, выбрать абсолютно другой факультет и поступить дальше. Допустим, выбрать, закончить международные отношения и поступить на управление человеческими ресурсами, которая будет хорошая коллаборация и довольно-таки большой успех в будущем, ну и необходимость для работы в каких-то холдинговых компаниях, международных компаниях. Что касается также языков, возможно, было бы интересно. Да, конечно, вот это очень важный момент. В первую очередь, вы рассказываете о том, что студенты имеют возможность поступления на бакалавр, на магистратуру, на MBA. Скажите, пожалуйста, критерии. Каким критериям должен соответствовать студент для того, чтобы быть зачисленным в вашу жизнь? Поступления на самом деле и процесс рекрутации в нашем университете довольно-таки легкий, а что самое главное, быстрый. Все, что необходимо нашему студенту, это зайти на наш сайт, проверить специализации, выбрать факультет и зарегистрироваться онлайн. После чего они получат доступ к рекрутационному экстременту, где уже будет возможно добавить с вами документов, и работник приемной комиссии сможет с вами сконтактировать в течение трех-пяти дней и просмотреть ваши документы. По поводу критериев, скажем так, наш университет не ставит очень жесткие рамки. На самом деле это дает возможность многим людям получить образование, как абитуриентам, которые поступают после школы, и также для тех, кто хочет поступить на магистратуру после окончания специалиста или бакалавра у себя в стране. На самом деле это очень удобно, потому что все, что от вас требуется на первом этапе, это скам первой странички паспорта, это ваши документы о окончании средней школы. Если вы поступаете на магистратуру, нам необходимо также подтверждение, что вы закончили, допустим, бакалавра или специалиста. А оценки здесь или средний балл, или оценки нет какой-то роли? В большинстве случаев, ну скажем так, нет такого прям высокого среднего балла, и до этого, если человек с таким средним баллом ниже как бы достаточного, с которым как бы заканчивается школа у вас в стране, мы принимаем, конечно же, безусловно, если вы какие-то вопросы, приемная комиссия с вами сконтактирует и уже там подскажет, что можно сделать, какие варианты решения и так далее. А результаты ЕГИ или каких-то других тестов? Данный документ мы не требуем, что, в принципе, облегчает, как бы не дает такой потребности, нужды, и поступление намного проще происходит без данного документа. Хорошо, а что касается вступительных каких-то тестирований, экзаменов? Единственное, что, возможно, будет необходимо пройти языковой экзамен в случае, если студент не предоставил сертификат. В случае, если это польская программа, необходимо сдать государственный экзамен. Если вы не сдали государственный экзамен в Польше, вы сможете пройти уже такой внутренний экзамен у нас в университете. Что касается английской программы, мы принимаем сертификаты TOEFL, IELTS, TOEIC на уровень B2. Если у вас нет данного сертификата, также вы сможете пройти экзамен у нас в университете по приезду и уже как бы дальше продолжать свое обучение. Хорошо, скажите, пожалуйста, вы упомянули по приезду, да? То есть, получается, что кандидата без сертификата могут зачислить, а он приезжает и уже сдает тест. Если он, например, не сдает этот тест, как развиваются события? Смотрите, сначала уже так немножечко вам в процесс рекрутации еще расскажу. Момент того, что мы общаемся со студентами, стараемся, если мы видим, что студент не может справиться на каком-то языке, мы уже стараемся как приемная комиссия задать вопрос. А было бы ли вам, может быть, интересно поступить сначала и пойти в языковые курсы, подготовить себя к процессу обучения, а после того поступить. В случае, если студент справляется абсолютно спокойно, у него нет никаких проблем в коммуникации на польском языке или английском, он приедет сюда, если у него нет сертификата, пройдет экзамен у нас в университете, если он не сдаст на уровень B1, мы ему предложим перейти на языковые курсы. Но, опять же, это ответственность каждого студента, но мы все-таки рассчитываем на то, что студенты хотят учиться, получать знания, и язык очень важен в самом процессе. Да, это очень лояльное условие, в принципе, потому что с опытом работы со многими вузами есть определенные чертки и критерии, там вот такой-такой тест, и там бывает даже какой-то не принимая, если принимая Тайлс, не принимая ТФЛ, или наоборот, то, в принципе, здесь такое большое количество развития, различных вариантов развития событий, и что, в принципе, будет очень удобно кандидатам, поэтому, мне кажется, это здорово. Хорошо, расскажите, пожалуйста, тогда о возрасте, то есть есть ли какие-то ограничения по возрасту для кандидатов, и что еще, наверное, срок обучения. Смотрите, в среднем в наш вуз поступают студенты как бы после обучения в школе, ну, это возрастная категория, безусловно, там 17-18 лет. На магистратуру чаще всего поступают уже люди, которые там 23-25 лет. Если кто-то, кто старший, кто интересованный в обучении, мы, возможно, как приемная комиссия, попросим мотивирующие письма, и как бы это обычно будет просто-просто разговор, как у нас с вами, и как бы это будет подтверждение того, что человек заинтересован, его мотивы, желания, и чаще всего примут, даже если человека там возрастная категория 30-30 лет. Ну, безусловно, конечно же, мы стараемся помогать нашим кандидатам, потому что мы понимаем, что наука это очень важно, учимся мы на протяжении всей нашей жизни, и, возможно, кто-то хочет поменять абсолютно свою специальность, ну, и выбрать другой факультет для обучения, хочет приехать и видеть европейскую жизнь. Хорошо, скажите, пожалуйста, если кандидаты, например, хотят просто пройти интенсивный курс английского или поискового, да, без поступления в ВУЗ, просто при университете курсы, мне кажется, они более интенсивны, нежели чем просто, да, идти на какие-то... Кандидат может воспользоваться? Конечно, безусловно. Наш университет предлагается в инспектор курсов. У нас кандидаты могут пройти не только в период летний, а также выбрать более углубленное обучение польского или английского языка на протяжении полугода или года. Зарегистрироваться также легко и просто. Если что, можно это проверить на наших сайтах визия.пл или курсы языкового визия.пл. В случае каких-либо вопросов также можно написать в приемную комиссию рекрутация собачка визия.пл и как бы узнать больше информации по этому поводу. Всегда работники помогут, подскажут, и что самое важное, всегда найдется человек, который будет рассказывать в вашем языке. То есть если будут какие-то барьеры, проблемы на польском или на английском, всегда найдется человек, который сможет вам объяснить на русском. Супер, да, это, конечно, очень важный момент, потому что даже те кандидаты, которые из СНГ, которые хотят переехать в Европу, начать изучать языки, на начальном этапе, конечно, чтобы скоординировать какие-то первые шаги, это очень важно, чтобы общались на русском языке. Понятно, что дальше они уже тянутся, они уже подучат язык, но на начальном этапе, конечно, это важно. В принципе, я думаю, что вы ответили очень развернуто на многие вопросы, которые интересуют кандидата на начальном этапе. Наверное, в завершении, хотела бы спросить о проживании, как в большинстве случаев, где проживают кандидаты, студенты, то есть они самостоятельно выбирают себе жилье или же есть какие-то при кампусе, может быть, общежития или что-то такое. Смотрите, безусловно, вопрос жилья является ключевым для каждого поступающего, мы это понимаем, как он был готов в наш университет. Плюс ко всему, мы уже 25 лет работаем со студентами, мы прекрасно понимаем, что это очень важно. У нас есть специальный департамент, который занимается поселением, который называется сокращенно АСМ, который предоставляет жилье недалеко от кампуса. Чаще всего это 20-30 лет университета, что, в принципе, очень удобно, если пара рано утром, можете абсолютно спокойно и быстро добраться. Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо просто написать электронное письмо на электронную почту asmsovachkavizia.pl, и там наш работник уже вам подскажет актуальные цены, возможности, общие условия, услуги, и более необходимую информацию для вас, и, соответственно, ответить на все ваши вопросы. Что могу сказать, что очень важно, можно будет выбрать опцию, как человек, который живет один в комнате, два человека и три человека, что, в принципе, удобно, каждый выбирает свою опцию. Хорошо, скажите, пожалуйста, цены, они для студентов ниже, скажем, рыночного вообще по Варшаве, если человек просто будет самостоятельно через какое-то агентство искать себе жилье, или цены, ну, немедленно, если не медленно. Мы стараемся договариваться, чтобы эти условия были более выгодны для студентов, потому что все-таки мы стараемся помочь нашим кандидатам. Это очень часто, конечно же, зависит от владельца квартиры или здания, в котором мы арендуем жилье, но, безусловно, вы сможете проверить цены и уже решить для себя, что для вас более выгодно, какие условия, с чего бы вы хотели. Да, хорошо, спасибо большое, потому что, в принципе, это очень важный момент, да, проживание, потому что, когда все-таки идти в другую страну, первый вопрос — это, где я буду проживать? Да, конечно. Где я останусь и что мне делать после того, как я приехал? Да, я с вами соглашусь, потому что, на самом деле, работая со студентами, это такой процесс, когда вы понимаете, что начинается все с рекрутации, просто онлайн, потом необходимо найти жилье, а потом нужно как-то справиться в университете. Но, скажем так, хотела бы по своей стороне, как работник, сказать, что нашему университету очень важно вот этот процесс, чтобы студентам помогать не только на периоде, когда он кандидат, а и когда он уже студент. То есть по окончанию рекрутации каждый студент уже после подписания договора, когда он уже приведет оригиналы документов из здания университета, лично подпишет все документы, тогда он уже будет носить почетное здание звания студента и сможет обращаться уже в деканат. Более того, студент получит доступ к студенческим системам, где сможет проверить свое расписание, увидеть важные объявления, и уже на этом этапе смогут вам помочь другие работники. Вы также можете обратиться в отдел Волкомофиса, где будут помогать студентам-нервокурсникам. Этот департамент чаще всего помогает всем, которые обучаются на первом году обучения, но если у них дальше вопрос, они всегда могут прийти, мы всегда рады помочь. Тем более там большая команда волонтеров, практикантов, которые вместе с работниками готовят ориентационные дни, разнообразные встречи, которые чаще всего помогают нашим студентам ввести в студенческую жизнь. Спасибо. Назрел завершающий вопрос. Скажите, пожалуйста, какие студенты из каких стран в основном учатся в вашем университете? Спасибо за такой вопрос. На самом деле для нас это такой очень важный момент, потому что у нас очень-очень международный университет. В нашем университете учатся студенты более чем 58 стран мира, что в принципе позволяет нашим студентам не только получать специализацию, а также изучать разные культуры других народов, менталитет, и, что немаловажно, изучать языки с носителями, что в принципе на самом деле очень интересно. Мы проводим разные языковые клубы, допустим, «Rudish Speaking Club», когда носитель языка приходит, с вами общается, и вы сможете потянуть свой коммуникационный уровень и научиться как бы разговаривать в этом таком спокойствии и уже не переживать, что с кем-то не сможете договориться. Это здорово, конечно. Это очень здорово. Большое спасибо, Виктория, что подробно очень рассказали о вашем университете. Я, конечно, уже вышла из студенческого возраста, но тем не менее у меня вот есть такое прям желание поступить в этот возраст. Я вижу все эти залы, то есть мне прям хочется здесь посидеть, послушать лекции. Это очень интересно. Мне кажется, что после 30-ти для своей желания почему-то нет. Конечно, мы приглашаем всех в любом возрасте, тем более, как говорилось ранее, после дипломного образования MBA и MBA открыты для всех, что на самом деле очень важно. Мы об этом не сказали вначале. У нас поступление на польскую программу начинается в октябре месяце, что касательно англоязычной программы вы можете поступать два раза в году, что в принципе очень сильно удобно и выгодно для наших студентов, которые, допустим, решили поступать не в октябре, а подтянуть уровень английского или польского языка, пройти полугодичные курсы и поступить в марте месяце. То есть их семестр, их обучение начнется в марте месяце. Замечательно. Ну что, друзья, на этом мы завершаем наше видео. Будем очень рады, если вы будете писать ваши комментарии, обязательно на них ответим. Подробную информацию также можно будет уточнить по номеру телефона, который будет указан в инфобоксе. Мы с вами прощаемся. Еще раз спасибо. Спасибо вам огромное. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok